Мне из магазина Banggood, ссылка на неё будет под видео в описании, можете перейти посмотреть, кому интересно будет заказать. Итак, что же нам позволяет делать 3D-ручка? Да практически то же самое, что и 3D-принтер, но только всё это нужно будет делать руками, что больше, конечно же, подходит для творческих личностей, ну, либо для детишек, чтобы поиграться, поизучать. Итак, в коробке у нас идёт вот такой вот мануальчик, весь на английском, на русском здесь у нас ничего нет. Также идёт у нас блок питания, блок питания идёт на 12 вольт 2 ампера, то есть довольно-таки мощная штука. Так, сам пластик у нас здесь идёт, так скажем, тестовый вариант, здесь буквально немножко, 3 рулончика, чёрный, красный и какой-то розовый. Вот, но вообще, если будете им работать, то этого пластика нужно много и придётся покупать бобины. ABS-пластиком, по-моему, называется. Итак, дальше у нас в коробке ничего нет. Что у нас на коробке указано? А указано у нас, что дисплей у нас 0,9 дюйма, очень лёгкая, 60 грамм, ну да, в принципе, она лёгкая, прям практически не чувствуется. Так, используют материалы самих бобин, самой проволоки, это ABS или PLA. Высокое качество кнопок, ну кнопки, ну кнопки и кнопки вроде неплохие, щёлкают хорошо, чувствуется нажатие. Так, и оптимальный типа дизайн, что подходит для большинства людей. Ну, сидит вроде неплохо, не могу сказать, что неудобно, да, практически как обычная ручка. Также у нас указано, что цвета могут быть разные, по-моему, в магазине там всё это можно выбрать, будет вам любой цвет. И также у нас указано, что, да, вход у нас 12 вольт, 2 ампера нужен, материалы PLA или ABS-пластик. Так, ручной контроль, ABS у нас при 230 градусах работает, с PLA работает при 190 градусах Цельсия. Вес 60 грамм, так, и диаметр у нас выходного отверстия 0,5 миллиметра, то есть, да, в принципе, там отверстие тонюсенькое. Ну, давайте попробуем, что она может на деле. Также хотелось бы отметить, что сама ручка выполнена из такого приятного софт-тач пластика, прям очень приятное ощущение. Здесь у нас расположена типография какая-то, но здесь у нас она очень качественно выполнена, что говорит нам не о подпольном каком-то производстве, а о более-менее нормальном фабричном. Наконечник у нас выполнен из такого прочного жаростойкого пластика, то есть, он может нагреваться, но он не плавится. И ручка при этом, в принципе, не нагревается, что хорошо. Так, ну давайте её запустим и посмотрим. Да, ещё, кстати, из органов управления это у нас кнопочки подача вперёд и подача назад нашей проволоки. Кнопки плюс-минус это регулировка температуры, и вот эти две кнопки это у нас как бы кнопочки меню. То есть, мы здесь можем выбирать скорость подачи и также выбирать режим нагрева пластика, PLA или ABS. Давайте попробуем, включим её, посмотрим. Я уже, в принципе, протестировал. Пишет нам 3D Pen, Welcome пишет и предлагает выбрать режим ABS сейчас у нас стоит. Чтобы изменить режим, нам необходимо одну кнопочку вот этих, из этих двух одну зажать и второй нажимать и выбираем. Видите, PLA, ABS, PLA, ABS. У меня проволока PLA, пускай будет PLA. Всё, выбрали и нажимаем любую кнопку. Всё, нам пишут, видите, температура побежала. То есть, у нас сейчас печка, так скажем, разогревается. PLA работает у нас, греется, плавится при 190 градусов. То есть, сейчас максимально у нас это 190, а нет, он даже до 200 позволяет разогнать. Но не больше. В режиме PLA больше не разгоним. Если мы хотим поставить режим ABS, сжимаем опять кнопку и этой кнопочкой противоположенной выбираем другой режим. То есть, вот теперь ABS. Теперь у нас 230 градусов в предел. Так, ну ладно, возвращаемся к PLA. Ну, пускай температура будет 190. Итак, температура опустилась, заряжаем наш пластик. Единственный минус, что вот он такой скрученный и распрямить его не получится. То есть, с этим надо бороться и быть внимательным, чтобы при подаче его не загминало. Итак, у нас есть сзади отверстие, которое и будем подавать наш пластик. То есть, вставляем пластик и нажимаем кнопочку подачи вперёд. Всё, он начинает его забирать. То есть, потихонечку он туда заходит. Но можно выбрать скорость побольше. То есть, здесь скоростей. Сейчас скажу, сколько. Шесть скоростей. В принципе, равенца не очень большая, но всё-таки будет. Всё, подача пошла. Держим и ждём, пока у нас пластик не падёт через носик. И после того, как пластик появился с противоположной стороны, можно приступать к работе. Можно пробовать рисовать различные фигуры. Скорость у пластика мы регулируем этими кнопками. Соответственно, чем ниже скорость, тем медленнее пластик выходит. Это для того, чтобы можно было, например, вертикальные линии рисовать. Или ещё для чего-нибудь. На самом деле, этой ручкой можно изготавливать буквально произведение искусства. Вот сейчас, пока я тут буду баловаться, посмотрите несколько фотографий, которые я нашёл в интернете. Что люди делают при помощи данной ручки и данного пластика. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну, пока вы смотрели фотографии, я тут набивал руку, пробовал, вот сколько у меня отходов получилось. Как бы впустую перевёл материал. Довольно-таки не сразу понимаешь, как работать этой ручкой, но зато кое-что получилось. А в частности, вот такой вот кубик-рубик у меня всё-таки получился. Всё-таки я его собрал. Так, кстати. О, он даже отлип. Вот, видите? Он отлип, держится. То есть, пластик возвращается в первоначальное своё состояние. То есть, становится обычным пластиком. Типа как вот клеевые пистолеты. Да, то есть, клей на входе разогревается, клей на выходе застывает, и получается тот же самый клей, что и на входе. Вот. И, конечно, до тех снимков, которые вы видели, мне ещё очень и очень далеко. Но буду стараться пробовать, и интересно, что у меня получится вообще в итоге. Да, кстати, пока работаю, вот сейчас заметил, что когда ручку откладываешь в сторону, она как бы уходит в спящий режим. Видите, просто написано 3D, то есть 3D ручка. И всё. И она отключается, и, по-моему, даже, ну да, остывает даже наконечник. Вот. То есть, электричество она не жгёт, и свою, так скажем, установку ядерную, да, тоже она не эксплуатирует понапрасну. То есть, тут нажать кнопочку, и всё, она включается, и это будет работать дальше. Вот такой вот кубик-рубик у меня получился. Ну, давайте, сейчас я вам попробую покажу, как я это делал. Но это я делал первый раз, вот, немножко только вот извёл, и как бы тяжело, очень тяжело. Но потом начинаешь понимать, понимать. Я так и думаю, что если какие-то уроки посмотреть на том же Ютубе, либо там ещё где-то почитать, основные принципы, как поймёшь, уже будет становиться легче. Я, как бы, ничего не читал, сразу попробовал, так вот, что-то оп-оп-оп, для себя какие-то выводы сделал, и вроде пошло, начал понимать, и вроде так уж это и сложно, но нюансы есть. Ну, давайте я вам сейчас попробую показать, как этот кубик я собрал. Сейчас я по-новой такой же попробую нарисовать. Друзья, ну, как-то вот так. То есть, буквально, так скажем, одним махом выполнил такой вот кубик. Напоминает, как, как сказать, 3D-обман зрения, да, вроде кубик поворачиваешь, а там не кубик. Вот. И, короче, вот таким вот образом, если можно это сделать всё помедленнее, поаккуратнее, можно получить плохую конструкцию. Вот теперь у меня уже два кубика. То есть, своими руками можно сделать какое-то произведение искусства. Например, одно из тех, которые вы вот только что видели на фотографиях. А люди стараются, люди делают, у людей получается. Что можно сказать в итоге про эту ручку? Ручка прикольная, работать ей очень интересно. То есть, я тут, личность не творческая, но даже вот этот побаловаться для меня, поиграться, ну, просто классно. Да, возможно, она будет бесполезна для кого-то, кто попробует, скажет, что за ерунда. И в дальнейшем, если применять негде. Если вы человек творческий, вы любите какие-нибудь делать абстракции, аппликации и тому подобное, то это для вас. То есть, если вы хотите развиваться, если хотите там совершенствоваться, новые, осваивать какие-то виды искусств, 3D, например, да, вот как вот такие композиции делать, эйфелевые башни, там, бабочки и всё остальное, то тогда брать стоит. Ручка реально прикольная, ей классно, удобно работать. Руку она не обжигает. То есть, температура вот здесь у неё буквально, ну, градусов 40-45 максимум, и она держится всегда в одном положении. Наконечник вот этот, да, он раскаляется, его лучше не трогать. Сам вот этот софт-тач пластик практически нет. То есть, чувствуешь, что там кое-какое тепло. Ручка не тяжёлая, реально удобно сидит. То есть, органы управления расположены адекватно. Есть модельки, в которых по-другому органы управления расположены, и там бывает пальцами неудобно или доставать, или наоборот, достаёшь, нажимаешь туда, куда не хочешь. В этой же модели такого нету, ей реально удобно работать. Так что, друзья, ручку я приобретению крайне рекомендую, особенно тем, у кого есть маленькие дети, для развития, мне кажется, очень замечательно. Но штука не из дешёвых, и, возможно, возможно, она будет у вас, так скажем, валяться без дела, если она вам реально не нужна. То есть, прежде чем покупать, подумайте, потому что не дёшево, а реально ей интересно, классно работает. То есть, положительные впечатления вам гарантированы. А когда вы достигнете чего-то большего, в интернете есть много трафаретов, по которым можно просто по трафарету всё это дело заливаешь, потом с четырёх сторон склеиваешь, например, ту же эфелевую башню, и она у вас практически готова. Остаётся просто склеить швы. Вот. А вот так вот, конечно, на весу 3D делать тяжеловато. Не знаю, посмотрим, если получится, может быть, я эфелевую башню и сделаю. Так что, ручку рекомендую, но тщательно подумайте перед её приобретением. Ссылочка будет на неё под видео в описании. Кому видео понравилось или было полезным, ставьте лайк.